О том, что оставлять электрообогреватель включенным ночью или в тот момент, когда в помещении никого нет, опасно, знают, пожалуй, все. Однако ситуации возникновения пожара из-за пренебрежения гражданами правилами пользования подобной техникой немало, а с наступлением зимних холодов случаи возгорания в квартирах и домах стремительно растут. Об этом говорит ежегодная статистика Госпожнадзора. Причин множества – неисправность электроприбора, использование его не по назначению, или просто забывчивость и неосторожность жильцов. В первую очередь электрообогревательные приборы должны быть сертифицированы, желательно, с устройством для их автоматического отключения. Нельзя устанавливать электрообогревательные приборы вблизи с предметами мебели, со шторами и так далее. Желательно их устанавливать на расстоянии меньше метра. Возрастают риски возникновения пожаров и в частном секторе. Все из-за неправильной эксплуатации печей и каминов, нагрузка на которые зимой особенно возрастает. Эти приборы должны быть установлены квалифицированными специалистами. Ежегодно нужно проверять печи, камины и так далее, чистить дымоходы и трубы. При использовании каминов нужно установить стеклянный лист перед топочным отверстием, чтобы исключить выпадание искры. Специалисты Госпожнадзора всегда с особым напряжением ждут новогодних праздников. Использование пиротехники также может привести к пожару и травмам. Но и здесь беду гораздо легче предотвратить. В который раз нам повторяют – не покупайте петарды у сомнительных продавцов. Нужно строго руководствоваться инструкцией по эксплуатации данных устройств. В первую очередь, при покупке данных пиротехнических изделий, вы должны убедиться в том, что оно сертифицировано. Это раз. Во-вторых, попросить сертификаты у продавцов. Они должны вам предоставить, они хранятся во всех магазинах. Не нужно покупать пиротехническую продукцию на улице, в палатках. Покупать нужно именно в специализированных магазинах. Несложно представить, каким последствиям может привести использование пиротехники в закрытых помещениях. Сотрудники МЧС напоминают – пренебрегая элементарными правилами безопасности, вы рискуете своим здоровьем и жизнью. Соблюдайте требования пожарной безопасности, дабы не омрачить новогодние рождественские праздники пожарами, гибелью и травматизмом на пожарах. Анна Бальет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.